Два нобелевских лауреата работали над одним когнитивным искажением, но они работали над другими, но Таллера и Канемана вы должны знать. Это два таких выдающихся специалиста по поведенческой экономике, которые разработали и объяснили, как действует так называемое когнитивное искажение, эффект владения. Таллер выдвинул идею, Канеман предложил, как ее аргументировать и показать. Он провел массу исследований, в которых показывал, что люди, получая что-то, начинают ценить это больше, как если бы это им не принадлежало. Ну, допустим, вот у вас, я вам скажу, ваша любимая музыкальная группа будет выступать на концерте, какую максимальную сумму ты готов за нее заплатить. И вы скажете, 5000 рублей. Я скажу, хорошо, продаю тебе за 3. Вы берете за 3, готовы были за 5. И после этого я говорю, а продай ее теперь мне этот билет за 20-ку. За 20 тысяч. И, как выясняется, вам будет уже очень жалко расстаться с билетом, который вы купили за 3 тысяч, готовы были купить за 5 тысяч и не больше, а отдать за 20 уже не можете. И вот это наше чувство, когда мы что-то уже получили, уже представили себя на этом концерте, мы же на него уже практически пришли. Нам очень сложно с ним расстаться. И это когнитивное искажение срабатывает в огромном количестве случаев. Особенно, когда мы говорим про межличностные отношения, когда мне кажется, сколько я для тебя сделал, а сколько ты для меня сделал. Случалось ли в вашей жизни, что у вас было ощущение, что вы для человека сделали очень многое, а он вам в ответ ничего. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, может быть, он сам считал себя обойденным. Отпишитесь в комментариях. Будем анализировать.